11 августа православном календаре день рождества святителя Николая Чудотворца. Одно из самых почитаемых мест Симбирского края Никольская гора находится в рабочем поселке Сурское в 16 веке здесь произошло явление святителя Николая и его чудотворной иконы. Святой сам заступился за местных жителей, избавив село от нападения воинственных ногайских татар. Сейчас на вершине Никольской горы памятный крест и часовня, где совершаются богослужения в дни памяти святого. 11 августа здесь совершил божественную литургию митрополит Симбирский Новоспаский Лонгин. Это торжественное богослужение стало завершением и венцом многодневного крестного хода. Его участники проделали долгий путь, чтобы помолиться на Никольской горе. Владыка особо приветствовал их и назвал крестный ход настоящим духовным деланием. Люди, которые шли крестным ходом, вознамерились принести некую жертву Богу. И они смогли ее принести. Эта жертва состоит в преодолении самого себя, в молитве, в труде, в претерпении обстоятельств. И самое главное – преодолеть самую большую трудность самого себя. Нет ничего сложнее, чем терпеть самого себя и проверять самого себя в общении с долгом, почти постоянном общении с другими людьми. Вы знаете, как сложно людям бывает ужиться вместе. И даже неделю идти крестным ходом вместе, как оказалось, тоже весьма и весьма непросто. Но по милости Божией, благодатью Божией все эти трудности преодолеваются. И человек получает очень большую пользу и очень важный жизненный урок для самого себя. Многие века ко дням памяти святителя Николая молящийся стекали сюда именно крестными ходами. Эту традицию решили восстановить в Симирской епархии. В этом году в Ульянской области прошло два многодневных крестных хода к Никольской горе. Первый проходил в мае почти в экстремальных условиях. Было очень холодно, почти все время шли дожди. Второй крестный ход прошел по такой же аномальной жаре. Он начался 3 августа после богослужения в Покровском храме села Большие Ключищи. За 8 дней крестоходцы прошли с молитвой около 230 километров. Ежедневно они молились за богослужение в храмах тех населенных пунктов, где останавливался крестный ход, исповедовались и причащались. Священник Стахий Талеров участвовал в крестном ходе впервые. Он прошел его от начала и до конца. Решение было спонтанное. Первый раз, когда был первый крестный ход весной. Я тогда помню, выходил из дома, была очень холодная погода. Я думал, как же крестоходцы сейчас идут в таких непростых условиях. И думал, я бы, наверное, не решился на это. Но проходит время и внутри загорелось некое желание, которое, собственно, меня исподвигло. Действительно для меня это были непростые погодные условия, потому что ни единого облачка, палящее солнце, поля засеянные в пыли. И мы идем и дышим вот всем этим. Невозможно нигде укрыться. И, конечно же, это духовная борьба, которая идет постоянно во время шествия. Ведь мы идем и молимся. Крестный ход – это, конечно, всегда какое-то открытие. Ты видишь себя, ты открываешь себя. Господь тебе открывает, показывает твои немощи, показывает, в чем ты несовершенен. И радостная, наверное, от того, что ты это видишь. И у тебя открывается поле для борьбы, для того, чтобы изменить это в себе. И, собственно, в чем заключается наша духовная жизнь. В том, чтобы увидеть свои немощи, увидеть свои недостатки. И эти недостатки уже пытаться здесь, в этой земной жизни изменить, чтобы достойно принять Христа в свое сердце. В крестном ходе можно пройти небольшую часть пути. Все равно этот подвиг, полностью посвятить свое время Богу и молитве, принесет пользу для души и новое открытие. Вот единственное, что я поняла, что ты, когда идешь в крестный ход, ты не сам идешь, потому что сам ты кончаешься уже там на первых километрах, а ты уже идешь просто и, Господи, донеси. Еще очень красивый лик Спасителя, который был на иконе. И вот идти на него и смотреть, это, конечно, тоже прям придает сил. Даже если он далеко, но ты хотя бы его видишь, это уже все. Последние километры, это просто с удовольствием, несмотря на то, что позвоночник уже сдает. Ты идешь, идешь, но идешь с легкостью. Да, мы взмолились там один момент о тучке, и она пришла, Господь вот в самое такое палящее время нам послал, даже небольшой дождичек нас покропил. Да, то есть Господь помогает и не оставляет. По завершению литургии был совершен молебен святителю Николая. Владыка поблагодарил всех паломников, прибывших на богослужение, всех участников и организаторов крестного хода, которые смогли преодолеть все трудности. Трудно, тяжело, ужасно трудно. Мы не приспособлены к большим физическим нагрузкам, сегодняшние городские жители. Но тем не менее, вот все равно тот плод, который остается в душе, гораздо больше всех тех проблем, настроений, всего того, что нам встречается на этом пути. Я хотел бы сердечно поблагодарить отца Сергия и всех наших батюшек, которые шли вместе с крестным ходом, те, кто организовывал его. Особенно хочется поблагодарить тех жителей, которые с радостью и благоговением встречали крестоходцев, по-настоящему раскрывая для них свои сердца не только через гостеприимство, но и через молитву к святителю Николаю. Наталья Горенок, Владислав Ролов, Сибирская митрополия. Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня в редакцию нам поступили вопросы, на которые мы хотели ответить. Не раз слышал от своих знакомых упрек в сторону родителей, что их крестили, не спросив их. Может, действительно не надо крестить детей в младенчестве? Пусть вырастут и сами решат, где принять крещение. Ну, если подходить именно с этой стороны, что детей нужно обо всем спрашивать, с самого младенчества ожидая их разумности и осознанности, то мы можем здесь, конечно, подпасть в великий соблазн. Мы можем, во-первых, дождаться возраста, когда будем спрашивать, во что их одевать, чем кормить, чем питать и чем лечить. Но мы понимаем, что как ребенок получает лечение, образование, во-первых, по наставлению родителей, по их, может быть, где-то даже вере в их будущее и так далее, то и здесь крещение маленький человек принимает исключительно по вере родителей, по вере крестных, то есть людей, которые призваны помогать во всем родителям плотским. И поэтому, естественно, мы не ручаемся за то, каким вырастет этот младенец в будущем. Будет ли он верующим, будет ли он христианином. Но, по крайней мере, тот дар, который, кстати, с первых веков христианства в виде крещения предавался и младенцам, а младенцев крестили сами апостолы, потому что мы из апостольских деяний знаем, что если апостолы крестили взрослых, то они крестили весь дом – и слуг, и рабов, и детей, и младенцев в том числе. Поэтому младенцы не могут быть лишены этого дара. Это как привитие к великой ветви Христу. Маленькая веточка, маленький человечек прививается через крещение Господу. И когда мы вспоминаем о слове «крещение», в корне этого слова лежит слово «крест». То есть младенцу прививается вот эта жертвенность, жертвенная любовь. И через эту жертвенную любовь, надеемся, и каждый христианин послужит Господу. Как Господь говорит, кто любит Меня, пусть отвержится себя, возьмет крест свой, и вслед Меня идет. Вот это таинство крещения – это взятие на себя, креста Господня. Конечно, без объяснения родителями младенец не будет сам по себе уяснять, что такое крещение, для чего оно нужно. И, наверное, только тот выросший ребенок, этот упрек, скажет родителям, что зачем Вы меня крестили, если не получал хотя бы начального маленького образования домашнего. Для чего Меня крестили, зачем? Ведь часто крещение принимает, к сожалению, даже из меркантильных интересов, чтобы человечек маленький был здоров, чтобы присутствовало в его жизни эфемерное счастье, успех и так далее. Но все это не так. Все это лживые и неправильные цели, которые ставят родители при крещении детей. Единственная цель крещения – это приобщить ребенка к кресту, к христианству, приобщить ребенка к Господу, чтобы на ребенка снизошла благодать Божия. Но как любая благодать растрачивается и истощается, если ее не поддерживать, как не подливать масло в лампаду, так и тот же самый младенец, если не поддерживать в нем веру, не укреплять эту веру. Да и взрослые тоже этим страдают. Часто у нас вера моментами ослабевает, а моментами укрепляется. То же самое касательно и детей. Мы должны со своей стороны постараться вложить в них все возможное, рассказать о Христе, о Евангелии, о евангельских событиях. И в этом смысле, конечно, выросший младенец не задаст вопрос, почему меня крестили в детстве. Но крещение – это дверь в собрание церковное. Без крещения невозможно за человека молиться, это уж если исходя из практических побуждений, то как ты за некрещенного будешь молиться? А с другой стороны, конечно, крещение – это баня так называемой паки бытия, то есть вновь рождение. Человек рождается дважды в этой жизни, христианин. По-плоскому рождается от родителей, да, и по-духовному – это от Господа через таинство крещения. И если правильно родители будут подходить к этому вопросу с рассуждением, подбирать крестных и сами, не просто как к формальному обряду, то действительно это принесет в свое время нужные плоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова